Ну что, ребята, теперь мы отправляемся из пятого энергоблока, собственно, на тот канал прудоохладителя. На очень опасное место, потому что он находится прямо рядом с четвертым энергоблоком. Там могут быть экскурсии, могут быть люди, и нам надо на этом канале прорубить лунку во льду и запустить туда подводный дрон. Но перед этим я его подготовлю. Вот, собственно, наш дрон. Я хочу сразу к нему привязать мормышку, ну, вернее, зимнюю удочку. Вот такую удочку подготовил заранее. Когда рыба клюет, вот этот пип-тык, он вибрирует по-особому. И тут, собственно, есть сама мормышка. Это такая блестящая штукенция с крючком, на которую мы насадим мотыля. Дрон будет все снимать на видео, и вы будете видеть крючок, который будет висеть прямо перед камерой, и будете видеть, что туда подплывет. Так, ну, нормально. Все, сейчас выходим на улицу, бежим по опасному месту. Чуть-чуть бежим. Ага. Смотрите, просто как-то крошечок. Хорошо, ребят, мы покидаем реактор в каком-то новом неизвестном месте. Самый минус, что остаются следы. И что, тихонечко слет, слет. Я не знаю, вот там дорога. Стремненько, на открытом месте нас могут привинять. И будет нехорошо. Все нормально, сейчас мы обойдем, короче, ребят. Вот это, конечно, задача. Вот это задача. Никто? Гипец. Поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп. Идут краны. Все, ребят. Наконец-то мы дошли. Мы вначале очень боялись, думали, что это человек стоит. А то не человек, а то ящик какой-то. Представляете, как стрёмно. Вот он наш дрон. Дрончик. Да, нам остается совсем чуть-чуть. Погода крайне мерзопакостная, ветер лютый. Очень холодно. Но нас теплит мысль только о том, что здесь, как бы это странно не звучало, есть очень классное место укрытия. Смотрите, это те самые портовые краны. Вон свет седний завален, вон еще один. А, вот там, что ли, будем пускать? А, вот вода, смотри, сейчас мы туда спустимся и там запустим. Ну что, я не знаю, приступаем. Давай вниз, очень холодно, ветер. Побежали вниз. Дело в том, что сейчас подняли штрафы. Мы уже подошли почти к мосту, где самые водятся. И там, короче, мы решили развернуться, потому что много рабочих ходит. И у них то ли пересметка, то ли в столовку их возят. Там какая-то жесть творится. И если там нас примут, то еще с дроном подводным, это нам будет конец. Вот тут спуск, тут надо прыгать. Кстати, это Затон. Если кто не знает, здесь именно мы стартовали на лодках, когда плыли в Припять. Очень классно, что вода не везде замерзла. Я не знаю, почему она тут не замерзла, но именно здесь мы будем запускать дрон. Блин, хоть бы тут глубина была достаточно. Но, надеюсь, должна быть, раз краны стоят. Надеюсь, что здесь именно зимовья яма в этом месте. И тут должны зимовать самые гигантские. Ну что, давай, Димон. Держи. Опа. Тут, видите, нормально. Самое главное место это вот там. Кстати, здесь есть один недостаток. Здесь высокая радиация. Я сейчас достану дозиметр. Меряем по гамме. Все, заходим под этот. Вот, видите, ребят, краны. Ух ты, вы слышите? Это звук. Он бесится. Вот это, ребят, плохо. Только показывай. Это 3000. Нормально. Нормально? Вон, это нормально. Посмотри. О, она падает. Она в том месте. Видимо, там вода стекала. Давай найдем более чистое место в плане радиации. 1300. Ну, тут к воде более-менее чисто. Я думаю, отсюда мы упустим. Ребят, вот совсем рядом находится Припять. И даже отсюда, с пристани, с кранов этих портовых, мы видим вот там вдалеке ерповую 16-этажку, которая стоит почти в самом центре Припяти. И на которую, вроде бы, как заварили двери, да? Заварили. Заварили двери и поставили антенну мобильной связи на крышу. Но мы пока это не проверяли, потому что там, говорят, сигнализация. Могут быстро очень принять. Так, мы зацепили наживку. Это мотыль. Кстати, можно еще подцепить? Что там вообще какой-то дёхленький? Боже, просто радиация убила. Надеюсь, тут очень крутые кадры, ребят. Я, по крайней мере, стараюсь. Здесь фирменный скотч от Камрад. Камрад Каладурад. Покупайте сначала искатель Камрад. Так, был прожка закреплена. Проверяю качество кадра. Все, делаем коннект. Кадры я вижу просто мега шикарные на Гоу-прожке. Соединяем этот кабель. И, по сути, после этого он начинает... Видите, пошла проверка моторов. Моторы не замерзли. Все пропищали. Так, активайз-девайс. Все, мы видим картинку. Вот висит наш крючок. Прямо посередине кадра. Моторы работают. Свет работает в случае необходимости. Давай, не перевернуйся. Давай, 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 давай. Так, смотрим на картинку. Я вижу шелк очень высоко. Вон, то ли, зацепился. Взгляжу, что с ним происходит. Давай назад чуть-чуть. Смотрите, он сейчас очень близко ко льду пойдет. Я его пытаюсь опустить. Там уже глубина хорошая. О, дно! О, пошли на глубину. Там какие-то арматурены лежат, смотри. Много кабеля уже ушло. Ну, где-то пол бутылки сильно направо уходит. Мы видим четко приманку, но приманку никто не ест. Ты видишь? Глубина один метр. Давай глубже. Сразу смотри, как темнеет. Тут очень глубоко. У нас фары включены? Фары выключены пока. Я вижу дно четко, но не вижу рыбы. Что, плывем еще дальше? Кабля много? Ну, еще. Весь? Почти весь. Все-таки весь использовал кабель. Ну, не знаю, что делать. Надо тогда здесь караулить пока. Как найти этих самов? Это мы сейчас эту задачу попытаемся решить. Давай попробуем глубже забраться все-таки. Да, потому что рыба вся на дне. Кабель еще не натянут, да? Еще не натянут. Еще, ну, метра три можно. А глубина небольшая. Смотри, вот он полностью. Это 2,6 метра. Угу. Где же яма с самами? Ребят, что мы делаем не так или так? Может наживку поменять? Смотрите, крючок прям в кадре его видно посередине. Рыбы нет. Всю длину кабеля уже израсходовали. Смотрите, как он натянутся. Это предел. Может, сюда? Глубина 3,5 метра. И я попробую сейчас в том месте потихонечку всплыть. Может, они подо льдом прям. И, ребят, там сплошной лед. Мы не можем пробиться вверх. Давай посмотрим с другой стороны. Может быть, мы наткнемся где-то на яму. Там как раз должна быть рыба. Ага, вот мы уже на самом дне. Хочешь поплавать? Давай попробуем. Расскажи, что для управления. А, я еще тебе не сказал. Смотри, все очень просто. Этим вверх, это глубина. Всплывать, тонуть. Левоправо оно не работает. А этим лево-вправо поворачивать, вперед-назад плыть. У тебя сейчас вот глубина вверху. 1,3 метра пишет. Температура 3 градуса, температура воды. Нормально. Надеюсь, гоупрошка пишет. Я бы такой, что, конечно, был выплать, снять гоупрошку. Еще попробовать без нее пошнырять. Все, он лег на дно. Видишь, пыляка поднимается. Поднимаем его. Да, можно чуть-чуть поднять. Ты нормально сразу разобрался. Ребят, не сложно вообще им управлять. Можно научиться прям бегом. Ну, ты пока плавай. Я проведу радиологический контроль. Потому что место это оказалось очень грязным. Вероятно, дезактивацию никто тут не проводил. Смотрите, там было 300, где мы плаваем с дроном. Чуть-чуть отошел. И смотрите сразу на показания. 3-4 тысячи. Сейчас посмотрим на спуске, где мы были. Тут упало. На щебне. Упало трос. Еще больше упало. Плита. Вот сразу. У нас первая поклевка. Да ты что, серьезно? Ну, правда, это водоросли. Но все равно. А, зацепил? Да. Я нашел 8 тысяч. Самая горячая точка у нас здесь. О, десятка даже. Вот так точно с помощью дозиметра, ребят, можно прям с точностью до миллиметра. 12. Вот смотрите, самая радиоактивная. Как раз вот на вот этом углу. Видимо, тут стекало. В общем, очень грязное место. Вот это та рама, которую мы видели, когда на лодках плавали. И как бы странно ни звучало, эта рама не фонит. Кто-то спрятал мотоцикл. Можете себе представить? Или мародеры его сюда спустили и тут разбирали. Сгнили полностью спицы. Смотрите, вообще не осталось. И осталась одна рама. То есть кто-то втихую спрятал тут под пристанью этот мотоцикл и разбирал его. Кстати, там еще что-то лежит интересное. Потом посмотрим. Ребят, короче, мы решили вытянуть его, чтобы снять говопрошку и посмотреть, что там записалось. В идеале бы, знаешь, где-то в середине лунку прорубить там на глубине. Но если бы знать, где глубина. Я думал, что глубина как раз должна быть здесь, где корабли на пристани. Должен же быть фарватер, правильно? Что-то вырублено. Но по факту мы пока видим максимум 3 метра. Это очень мало. Рыба не может зимовать на такой глубине. Да, все супер. Говопрошка на месте. Ну смотри, везде мелко. Вот там какая-то штукенция стоит, но мы же до нее не доплывем. Или доплывем, если так попробовать по льду. Пойдем и доплывем, кстати. Ладно, давай еще посмотрим. Может еще что-то найдем. Да, какие трубы. А, что это плавучая штука. Но она, видишь, проржавела. Ее нельзя использовать. Это тоже, походу, какой-то... Кто он был? Нет, труба просто. Кто же, кто-то спрятал здесь. Вот если бы его туда закинуть, здесь песок и здесь вот опора есть. И мне что-то подсказывает, что возле нее будет очень большая глубина. И может быть там рыба зимует. Мы можем эту людину немножко передвигать? А, и просто закинуть. Да, кстати, это вариант. Палками чуть растолкать, а вот туда. Там место есть. Смотри, надо наживить нового мотыля, потому что старый сдох от радиации, походу. Есть такое дело. Он вообще не шевелится, ты видишь? А, так он уже... В комара превратился? Он превратился в лед. С Бона поход идет вообще совсем по-другому. Тишина, спокойствие. Или вам лучше нравится больше с комрадом, когда много шуму, криков и всяких эмоций. Кстати, если не знаете, у Бона есть инстаграм, где он выкладывает свои диггерские походушки, или как это правильно называть? И диггерские, и сталкерские. У него есть залазы в метро, очень шикарные кадры с метро в инстаграме, на его ютуб-канале. Я оставлю ссылочку в описании. Бомба-убежище, бункера. Вот, очень много всего интересного. И мой канал, YouTube, Instagram тоже в описании. Подписывайтесь, заходите, пальчики вверх. Шучу, YouTube еще нет. Но скоро будет, пальчики вверх. Ребят, ну еще мы хотим пойти к Бабмаше. Вы очень долго просили, чтобы мы его проведали. Сразу после съемок этого ролика, мы бежим прямо в деревню к Бабмаше. Мы накупили и кучу еды, там, всего интересного. И мы хотим ее просто проведать, увидеть. Так что смотрите, дальше будет интересно. А мы пока коннектим трон. Посмотрим, как он погружается. Он что-то не может погрузиться. Пошел, я вижу картинку. У нас картинка распалась на кубике. Очень печально. О, я вижу вдалеке. Я ее вижу. Глянь, какая она стрёмная. Смотри, она прям проясняется. Опора? Ну, походу, это опора. А что это еще может быть? Давай к ней ближе подплывем. Пробую по чуть-чуть его погружать. По чуть-чуть, пока не упрость дно. Покинь, сейчас огромная рыбеха. 2,8. 3. 3 метра. Все, он лег 3,2 метра. И там что-то твердое. Смотри, какое дно странное. Сейчас мы за ним понаблюдаем. Вот, кстати, какое-то изделие. Я вижу, сейчас мы к нему проплывем. Что это, как ты думаешь? О, смотрите, тут еще что-то. Блин, стрёмное место. Давай чуть больше высоту возьмем. Это, кстати, глубина 3 метра, если что, ребят. Да, слушай, там добра на дне очень сильно хватает. Там и старые вывести. Туда бы магниты побросать, да? Ну что, ребят, мы решили все-таки забрать отсюда этот дрон. Надеюсь, он ни за что не запутается, потому что на дне очень много опасностей. Ты наблюдаешь там, чтобы они за что не зацепились, да? Пишите в комментариях, где может быть рыба в Чернобыле. Почему мы не видим рыбу на дрон? Почему на наш мотыль она не клюет? Вроде глубоко, 3 метра. Она зимой прячется. Смотрите, ребята, прямо возле Затона нашли чью-то одежду. Штаны, носки, смотрите, полотенце, рубашка. У меня такое подозрение, что сталкер пришел и купался в Затоне. И потом выкинул всю одежду, потому что на люто фанело переоделся в что-то другое. Ну зачем? Зачем купаться в Затоне? Это же вообще просто крэйзи. Не представляю, что он тут мог делать. Ну а мы пока отправляемся дальше. Искать подводную яму с гигантскими самами. Еле вылезть, честно, отсюда. Смотрите, как бы она выкарабкалась. Очень неудобный залаз, слаз, но выбраться можно. Алло. Нет связи, да? Нет связи. Ну сейчас еще разочек перезвоню. Мы решили запустить дрон под мостом, который идет на левый берег через речку Припять. И по нашей разведке мы выяснили, что здесь оказывается огромная яма. И надеюсь, что в этой яме будут те самые гигантские самы. Сейчас мы попробуем пробить лед. Так как глубина большая, то и лед здесь большой. Вот у нас есть такие камни. Мы будем сейчас окидать, пробовать, что у нас выйдет. Место открытое, но вроде бы как здесь. Она говорит, что безопасно. То есть тут очень редко кто бывает. И наша задача сейчас продолбить. Кстати, здесь не мы первые рыбачим. Смотри. Тут кто-то бывает регулярно. Он очень толстый, блин. Я не знаю, сможем мы пробить. Но туда может идти или не вариант? Два камня уже вот лежат. Мы пробовали кидать, пока ничего не вышло. Осторожно, возле прям этих плит может проломиться. Блин, что ты делаешь? Все есть. Не намок? Видишь, что она не глубокая. А почему? Вот это все уже дно получается. Да, оно растет. А что ж такое? Три камня, смотрите, ни один не пробил. Только ногами. Ребят, почему-то машина сверху, да? Звук такой же, как вроде машина по мосту проехалась. Короче, очень мелко оказалось в том месте, где мы хотели порыбачить. Я честно не знаю, что делать. Вон, даже видно дно. Смотрите. Рыбок там не видать никакой живности. Настолько мелко, что мы даже дрон не можем затолкать. Вот это песок уже. Все упирается в песок. Ладно, чок, сейчас что-то будем думать. Пипец стремно. Вот мы не знаем, какая там глубина. Может, там и есть та самая яма. Толщина уже, конечно, побольше. Вот тут очень мелко, а там, где глубоко, очень большая толщина. Ничего не берет. Что делать, непонятно, как нам добраться. А лома у нас с собой не... Ой, там опасно так. Вы видите это? Это капец. Очень толстый. И очень мелко здесь, как специально. Речка полностью замерзла. С учетом того, что здесь течение. Речка замерзла, мы замерзли. А что за речка? Это река Припять? Да, это как раз Припять. Такая широкая. А ничего себе, ребята, смотрите, огромнейшая речка. Где-то вот здесь они точно должны быть. Потому что они любят под мостами жить. Еще Иисус рассказывал. Сейчас, к сожалению, лед очень... Может быть, там было песка. И когда-то тут и была яма. Я не понимаю, почему. Нам дали информацию, что здесь яма. Скорее всего, вот в той области, но до нее добраться. Может быть, и там, но это очень опасно. Пробивать лунку, когда еще на таком ветру мы просто помрем там. Что бы она скажет? Меняем локацию? Ну, думаю, да. Погнали на другую локацию тогда. Очень опасное место, честно. Здесь нас могут жестко наказать. Мы сейчас на канале прудоохладителя, где гигантские самые. Очень стрёмно. Блин, а что это за туфта? Это не канал. Или мы через лес перейдем на канал? А что-то не полезно перейти туда? Все полностью замерзло. Да, это не то. Канал, видимо, чуть дальше. Еще скользко, блин. Еще и акация. Так и знал. Вон, она падает, короче, стрёмно. Вот атомка прям под углом. Блин, это жесть. Бон, это жесть. Я не знаю, как мы сюда проникли. Как нас еще не приняли. Вот она, атомка, ребят. Она прям перед нами. И мы сейчас будем тут рыбачить. Блин, пипец. Это безумие. О, вода незамерзшая. Все, спускаемся. Опускаем наш дрон. Мы здесь как на ладони. Может, меня еще не так хорошо видно, но дрон очень яркий. Работаем очень быстренько, ребят. Коннектим дрон уже все на коннекте. Главное его опустить и быстренько занырнуть. Через Wi-Fi будем управлять со расстояния. Потому что я реально боюсь. Вот это пипец. Видят нас, как ты думаешь? В окна вроде нет. Людей вроде не видать. Саша, дрон. Я беру камеру. Да, просто кидай дрон в воду и все. Смотрите, тут хорошая глубина. И все отлично. Все, супер. Погружаем. И пошли быстренько коннектиться на телефон. О, все, пошел родимый. Все, давай я коннектюсь. Отлично, все, погнали. Ребят, коннектимся в кустах, потому что тут опасно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok